Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно в городе Ярославль завершились чемпионаты западного и северо-западного федеральных округов по русским шашкам. Среди мужчин в Блиц победил Арсений Цынов из Тульской области, кандидат мастера, всего ему 14 лет. Молодец, Арсений! Второе место занял Александр Гетманский, международный гроссмейстер, также из Тульской области. Третье место у Мажита Саршаева из Ленинградской области, мастера спорта. Среди женщин в Блице первой была Софья Орлова из Калужской области, международный гроссмейстер. Второе место у Маши Шаминой из Москвы, кандидат мастера. Кстати, Маша Шамина, как и Арсений Цынов, завсегдатый онлайн-турниров на Гамблере. Так что, друзья, мотайте, что называется, на уз, делайте выводы, надо участвовать в онлайн-турнирах. Это приносит дивиденды. Третье место у Софьи Сычевой из Московской области, она также кандидат мастера. В классику среди мужчин победили Мажит Саршаев, первое место, Ленинградская область, мастер спорта. Второе место у того же Арсения Цынова из Тульской области, кандидат мастера. И третье место у Александра Гетманского, международного гроссмейстера из Тульской области. Ну и, друзья, хочу также отметить Ивана Смуркова из Ярославской области. Он занял четвертое место. Хоть и написано, что он кандидат мастера, как и Арсений Цынов, но они оба уже давно играют в силу мастера спорта. Кстати, в последнем туре Иван Смурков, по его признанию, где-то сыграл не точно и выпустил Арсения. А если бы он его победил, то там была бы дележка и непонятно, у кого было бы третье место. И, кстати, такой приятный пустячок. Как говорится, пустячок, а приятно. Иван Смурков признался, что в одной из партий победил благодаря анализу, который я выкладывал у себя на канале. Друзья, мне это очень приятно. Ну и сегодня мы с вами рассмотрим микроматч между Александром Гетманским и Иваном Смурковым. Первую партию Иван Смурков играл белыми, Александр играл черными. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта летающая шашка. Белый H2 летит на А5, черный А7 летит на G5. Ну и в этой позиции есть два интересных хода за белых. СД4, как сыграл Иван в первой партии, и ЕД4, как сыграл Александр во второй партии. После СД4 черным лучше всего размениваться. Вот таким образом именно так сыграл Александр Гетманский. Ну и в этой позиции есть несколько планов игры. Все-таки интересный ход АБ4 и вот такой кривоватый ход ДЦ3 в этой позиции наиболее интересны. Давайте рассмотрим оба хода. После АБ4, как сыграл Иван, Александр разменялся в центр. Ну и здесь Иван сыграл не точно, все-таки разменялся вот таким образом. И черные захватили инициативу ходом ЕД6. Затем Иван разменялся назад. Ну и в дальнейшем точной игрой все-таки уравнял эту позицию. Но у черных, друзья, здесь позиция намного приятнее. Все-таки преимущество, центр. Поэтому так играть я не рекомендую. В этой позиции лучше за белых было сыграть именно ДЦ3. Ну и у черных есть несколько вариантов. Наверное, наиболее точный это ход ЕД6. Ну и затем белые размениваются назад с более-менее равной позицией. Если же черные размениваются в БЦ5, то есть Иван сказал, что в расчете ему не понравился очень вот этот вариант, то белые здесь играют СД4. И у черных есть два варианта. Если черные бьют в эту сторону, то мы бьем на Б6. Ну и после хода БА7 здесь белые форсированно выигрывают шашку, но партия все-таки заканчивается ничей. Например, ЕД2 побили, напали. АЖ7 побили, напали. Ну это все форсировано. И здесь черным надо точно пойти в ЖФ6. Ну и несмотря на лишнюю шашку, белые все-таки не могут победить за счет того, что у них очень ослаблен правый фланг. Если же черные бьют в этой позиции сюда, то мы бьем две шашки. Ну и после нападения скидываем лишнюю шашку и играем БЦ3. Здесь, в принципе, абсолютно равная позиция. Преимущества нет ни у одной из сторон. Например, возможен такой необязательный вариант. ФЕ5, ЦБ4. Белые хотят занять пункт Ц5, поэтому черным необходимо размениваться. Сейчас уже черные грозят разменяться назад и уравнять позицию. Поэтому надо играть Б5, БЦ5. Пустим АБ2. Но черным рано или поздно все равно надо будет занять пункт Д4, иначе у них будет плохо. Теперь играем ЕФ2. И черные играют Ж6. Белые играют ЕД2. Ну и на ход АЖ5 белые выигрывают шашку. Но черные прорываются по центру. Ну и здесь партия очень быстро заканчивается ничьей. Например, можно либо разменяться таким образом, либо отдать шашку вторую. Ну и обе стороны, в принципе, проходят дамки. И партия заканчивается ничьей. В этой позиции мы с вами рассмотрели ход АБ4. Но мне все-таки нравится вот такой кривоватый ход ДЦ3. Ну черным надо размениваться. Стояла угроза. И в этой позиции белые могут либо свести партию вот к этой позиции. Ну, наверное, все-таки да. Здесь можно либо АБ4 сыграть. Потому что на такой размен здесь уже преимущество будет у черных. То есть они пожертвуют шашку, нападут. Ну и здесь, в принципе, ну, тоже белые могут уравнять позицию. Сыграть, допустим, АБ2. Затем БЦ3 грозим разменяться. А после, ну, допустим, хода АЖ7, ну, может СБ6 разменяться здесь. То есть белые все равно также размениваются и позиция уравнивается. Также в этой позиции черные могут сыграть ФЕ3. Вот такой острый ход есть. Белым надо размениваться. И черные играют ЕД6. После размена белые играют АБ2. Хотят выстроить колонку. Черные играют ЖФ6. Белые играют АБ2. И грозят выиграть шашку. Поэтому в этой позиции надо черным жертвовать шашку. Ходом ФЕ5. Ну, и в этой позиции у черных есть несколько вариантов игры. Вернее, в этой позиции лучше всего сыграть БЦ5. И после вот такого сильного хода белых СД2, вот здесь есть несколько вариантов игры. После ФЕ7 белые могут сыграть следующим образом. Допустим, сыграть СБ4. Ну, и позиция здесь более-менее равная. То есть такая косяковая симметрия создается. То есть белые атакуют левый фланг, правый фланг черных. А черные, соответственно, правый фланг белых. С взаимными прорывами. Позиция более-менее равная. Если же черные в этой позиции играют СД6, тогда белые уже играют ЕФ2. Ну, и после нападения играют ФЕ3. Побили. Напали. Надо закрываться. Разменялись. БЦ3. Ну, и белые грозят атаковать фланг, поэтому черным надо размениваться. Назад. Белые играют ДЕ3. Черные играют ФЕ5. В этой позиции белые могут пожертвовать шашку. Вот таким образом. И сыграть АБ6. Ну, и партия здесь все-таки заканчивается ничей. Но для блица есть небольшая ловушечка. То есть на ход АЖ7 мы играем БА7. Ну, и на ход ДЦ5 ставим дамку. Черным надо жертвовать шашку. Ну, и здесь небольшая ловушечка. Вот как раз в этой позиции надо сперва сыграть СБ4, а затем уже идти в дамки. А сразу же идти здесь нельзя, потому что белые отдают одну шашку, затем вторую, и забирают три. Ну, повторюсь, эта ловушечка только для блица подойдет. Естественно, в классику на такое никто не попадется. Во второй партии игра протекала гораздо более интересно. Александр Гетманский сыграл здесь ЕД4. Иван точно отличает ЖХ4. Белые играют ДЕ3. Оба соперника играют очень точно. И здесь Иван сыграл ФЖ5. Но ФЕ5 размениваться не хочется, потому что после СД4, в принципе, тут возникают такие открытые равные позиции. Особой остроты здесь нет. Поэтому Иван здесь сыграл ФЖ5. Ну и здесь Александр Гетманский точно ответил СБ4. ЖФ4 здесь играть не очень хорошо, потому что черные размениваются вот таким образом. И получаются более приятные позиции для черных. То есть они грозят либо разменяться назад с приятной позицией, если же белые отходят вот таким образом. Но здесь все равно у черных преимущество. То есть они играют ЖФ4, и у белых неприятная позиция. Поэтому Александр сыграл здесь СБ4 именно. Ну и в этой позиции Ивану надо было размениваться ходом ЖФ4. И здесь создавались очень интересные позиции, даже более приятные для игры черными. Иван же здесь разменялся до Е5. Ну давайте рассмотрим варианты, связанные вот с таким разменом. После размена в черным лучше всего сыграть ХГ5. То есть они грозят разменяться назад и получить более приятные позиции. Поэтому белым надо нападать, черным надо закрываться. Белым лучше всего здесь разменяться. И черные играют Ж6, наиболее точный ход. Здесь партия может привести к следующим вариантам. ЖФ4 и наиболее точный ход здесь за черных именно ЕФ6. И, друзья, в этой позиции создаются очень интересные позиции, как раз более приятные для игры черными. То есть инстинктивно белым хочется усилить свой фланг ходом ЖФ2. То есть на ход, допустим, БЦ3 черные сыграют Ж4. И затем, допустим, на ход АБ2 они грозят провести вот такую несложную комбинацию и прорваться на ослабленном фланге белых. То есть белые в этой позиции могут инстинктивно сыграть ЖФ2, но здесь у них практически форсированно встает проигрыш. То есть черные играют Ж4, грозят провести вот такую комбинацию. Вот. Отдали одну, вторую, третью и прорвались на предамочное поле с выигрышем. Чтобы ее не допустить, белым приходится размениваться назад. Здесь за черных хочется сыграть ФЖ5, но этот ход не приносит черным особых выгод. А на самом деле здесь выигрывает очень точный ход ФЕ7. Ну и как бы белые здесь не играли, у них проигранная позиция. То есть на ход ДЕ5 мы бьем именно в эту сторону. Но сюда бить бесполезно, потому что после нападения белым надо отходить. Черные нападают еще раз и остаются с лишней шашкой. То есть так играть нельзя. Если же, допустим, в этой позиции белые побьют вперед, ну тогда бьем на поле Ф6 вперед. И после нападения отдаем лишнюю шашку. И здесь прорываемся, как раз, прошу прощения, здесь играем ДЕ3. Ну и после размена у черных остается очень сильный рожон на поле Е3. Они здесь легко побеждают. На ход ФЕ5 в этой позиции у черных есть вот такой сильный размен ЕД6. Ну и как бы белые не били, все сводится к этой позиции. То есть если бьем так, то так. Если же белые бьют, допустим, в эту сторону, то все равно создается та же самая позиция. Ну и здесь, допустим, БЦ3. Черные занимают центр. Ну и после ЖФ2 до Е5 здесь выигрыш черных не вызывает сомнений. На ход ЖФ2 мы нападаем уже в Ж5. Надо закрываться. Ну тогда играем АЖ7. Ну и на ход БЦ3 играем ЖФ6. То есть черные грозят, допустим, на ход АБ2 сыграть ЖХ4. Ну и, допустим, на ход АБ4 провести вот такую несложную комбинацию. Отдали одну, затем вторую. Побили, побили. И черные прорываются в дамки и должны победить в этой позиции. Поэтому, чтобы предотвратить эту неизбежную комбинацию, белые обязаны играть и ФЕ5. Но здесь находится уже другая двухвариантная комбинация. Черные играют точно ЖФ4. Ну и в какую бы сторону белые не побили, у них проигрыш. Ну и, естественно, в эту сторону бить нельзя. Так как черные побьют четыре шашки, остается бить. Если назад белые бьют, тогда черные проводят вот такую комбинацию. Отдаем одну, снимаем три. Ну и следующим ходом снимаем еще одну шашку. С двумя лишними шашками легко побеждают черные. Если же белые бьют на поле Ж7, тогда точно бьем на поле Ф8. Именно сюда. Ну и после того, как белые бьют, отдаем одну шашку и забираем три. И легко выигрываем. То есть в этой позиции белые все равно сыграют ЖФ2. Они после БЦ3, видите, мы даже подождем АЖ7. И после хода АБ2 мы нападаем. И в Ж5 белые все равно вынуждены сыграть. Ну как, здесь ФЕ5, видите, плохо играет. Потому что черные разменяются назад. Затем займут поле Ф4 и легко выиграют эту позицию. То есть, видите, а на размен, допустим, в этой позиции. То есть, ну, допустим, так-так. Побили-побили. Побили-побили. Черные здесь выигрывают шашку. То есть, все равно белые не могут избежать вот этих вариантов. То есть, друзья, мы выяснили, в этой позиции очень плохо играть за белых ЖФ2. А надо играть все-таки именно БЦ3. И не бояться вот этой комбинации. То есть, на ход Ж4 снова плохо играть ЖФ2. Надо играть именно АБ2. И несмотря на комбинацию, черные здесь все-таки ничего не могут сделать. То есть, надо проводить комбинацию. Вроде бы кажется, что черные здесь выигрывают. Но на самом деле ничего подобного. Играем СД4. Ну и на ход ЖХ2 играем АБ4. Ой, прошу прощения, АБ4 нельзя. Потому что черные отдадут две шашки и побьют 4. То есть, АБ4 играть нельзя. Играем именно БЦ3. Черные ставят дамку. Ну и здесь белые играют уже СБ4. Ну и как бы черные не играли, все-таки у них выигрыша нет. Лучше всего, наверное, в этой позиции сыграть ФЕ7. Ну и после хода АЖ7 и постановки белыми дамки. Черные играют ЖХ4. Белым лучше всего сыграть именно на поле С5. То есть, они грозят отдать одну дамку и забрать две шашки черных. Но тут позиция быстро уравнивается. Черным надо размениваться. Белые играют БА5. Надо меняться. Ну и абсолютно равная позиция создается. То есть, белым лучше всего сыграть на Б4. И на ход АЖ3 есть вот такой ход. Играем на Е1. И после того, как черные отходят, ловим дамку черных. Ну и позиция равная. То есть, друзья, мы выяснили, в этой позиции надо было играть ЖФ4. И здесь создаются даже более приятные позиции для игры черными. Ну и Иван здесь сыграл ДЕ5. То есть, вот такие варианты надо знать заранее. Если их не знаешь, то тяжело играть. Ну и здесь Александр получил очень большое преимущество. То есть, он разменялся вперед. Надо играть Е6. Белые напали. Надо закрываться. И белые здесь размениваются вот таким образом. То есть, в какую бы сторону здесь черные не били, у них хуже. Ну и Иван побил в эту сторону. Александр побил на поле С3. Ну и здесь Иван сыграл ФЕ5 в этой позиции. Александр временно пожертвовал шашку. И напал АБ4. И в этой позиции все-таки Иван мог красиво уравнять позицию. То есть, ему надо было провести вот такой план. Играем СД6. И после боя белыми играем ДЕ5. Ну и позиция здесь очень быстро уравнивается. Например, АБ2. Нападаем. Надо закрываться. И размениваемся вот таким образом. То есть, белые, допустим, играют БА3. То есть, на БЦ3, видите, размены есть. Играем именно БА3. И здесь черные играют БЦ5. Не боясь вот такого варианта. Допустим, СБ2. Именно АЖ7. То есть, ФЕ7 здесь плохо играть. Мы его рассмотрим попозже. Именно АЖ7. И, допустим, на ход БЦ3 играем именно СД4. Надо отходить. И черные играют ЖФ6. То есть, видите, друзья, черные поставили угрозу комбинации. То есть, допустим, на ход БА5 мы проводим вот такую незамысловатую комбинацию. Именно на ней держится вся позиция черных. И здесь черные даже выигрывают. Поэтому в этой позиции белым надо размениваться. Вот таким образом. Но черные здесь также достигают ничьей. То есть, играем АЖ5 и на ход БЦ5 играем именно ФЖ7. Точный ход. Все остальное плохо. Теперь надо отходить. И здесь черным надо точно еще разменяться вот таким образом. Ну и здесь уже позиция быстро уравнивается. БЦ7. ЖФ4. Черные грозят выиграть шашку. Поэтому необходимо играть СД2. Но здесь черные временно жертвуют шашку. Делают тихий ход. Ну и куда бы белые ни играли, они выиграть не могут. То есть, сюда нельзя ставить из-за простого ДЕ3. И здесь черные даже выигрывают. Естественно, так играть не надо. А после постановки белыми дамки на поле Б8, черные нападают вот таким образом. Ну и партия заканчивается ничьей. Друзья, хочу обратить ваше внимание. То есть, после хода ФГ7 белые играют СБ6. Надо именно размениваться. То есть, вот такой ход он уже здесь проигрывает. Белые играют ЕД2. Черные играют ЖС6. Грозят подорвать пункт Ф2 и прорваться в дамки. Но белые здесь не боятся этого. Они играют БЦ7. Ну и на такой ход они бьют именно на Д4. Черные бьют. Белые жертвуют шашку. Обрезают черных по двойнику. И легко выигрывают. Партии Иван, к сожалению, не нашел вот этого плана. СД6 и ДЕ5. Уравнивающие игру. И сыграл АЖ7. Белые побили. И черные играют ФЕ7. Белые играют АБ2. Черные играют ЖС6. И белые укрепляются на своем правом фланге. Черные сыграли ФЕ5. И белые разменялись. Вот таким образом. Иван побил на поле Ф6. И после хода БЦ3. Белые побили затем на поле Ж3. Преимущество у белых сохраняется. И для достижения ничей здесь черным надо играть очень аккуратно и точно. И у Ивана здесь уже были проблемы. Со временем он находился в цепи. В этой позиции Иван сыграл ДЕ7. Александр ответил ЦД4. И Иван отвечает ЦД6. Белые размениваются назад. Черные сыграли ЕД6. Ну и в этой позиции белые нападают. Надо отходить. Снова нападают. И вот эта критическая позиция. В этой позиции надо точно отвечать. ФЕ3. Этот ход ведет к ничьей. Иван же здесь ошибся. В цепи ноте сыграл ФЖ3. Ну и после ЖФ6 выясняется, что позиция черных проиграна. То есть на ход АБ6. Белые сыграли ЦБ4. Ну и на нападение. Также нападают ходом ЖХ2. Ну и здесь никаких шансов на ничью у белых нет. То есть ДЦ5. ФЕ7. Ну и на любой ход. Допустим сюда. Ставим дамку на поле Д8. Потом нападаем по большой дороге. Жертвуем дамку. И легко выигрываем. Поэтому Иван в той позиции сдался. Но все-таки, друзья, в этой позиции была ничья. Для этого надо точно сыграть ФЕ3. Ну и после хода ЖФ6 играем АБ6. Белые играют ЦБ2. И здесь важно пойти именно БЦ5. То есть ход БА5 здесь быстро проигрывает. Белые играют БА3. Ну и на ход ДЦ5 просто идут в дамки. Надо жертвовать шашку. Ну таким образом или таким. Таким, наверное, даже лучше. И идти в дамки. Белые ставят дамку на поле Д8. Ну и здесь возможно несколько вариантов. То есть если черные, допустим, ставят дамку на Е1. Белые играют дамкой на А4. Видите, грозят поймать дамку черных. Поэтому черным надо отходить. Белые здесь нападают. Выигрывают вот эту шашку. Ну и создается выигранный Эншпиль за белых. Если же черные, допустим, сразу же пытаются провести эту шашку в дамке, то белые здесь выигрывают следующим образом. Нападаем. Надо отходить. Размениваем одну из шашек черных. И создается этюдный выигрыш. То есть на ход АЖ5 играем АБ4. АБ4, ЖФ4, БЦ5, ФЖ3, СД6. Ну и на ход ЖФ2 жертвуем шашку. И создается оппозиция 1 на 1. Белые побеждают. Вот такой красивый выигрыш. Но после хода БЦ5 в этой позиции белые все-таки не могут победить. То есть на ход БА3 черные жертвуют шашку. И играют ДЕ5. Ну и как бы белые здесь не играли, черные достигают ничьей. То есть на АЖ5 играем СД4. ЖА6 разменялись. И точный ход ЕД4. Именно так. ЕФ4 здесь проигрывает. То есть в чем суть. На ход АЖ7 играем ДЦ3. И на постановку дамки скромно играем СД2. То есть жертва дамки здесь не приводит ничьей. Черные прорываются на ослабленную. Фланги белых. Если же белые как-то пытаются провести вторую шашку в дамке. Ну просто ставим дамку. Ну и партия заканчивается ничьей. Друзья, если вам понравился данный видеоразбор, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам за это благодарен. Ну и друзья, пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. И сегодня не забываем в 17.00 по московскому времени на сайте Лидров состоится сеанс одновременной игры. Одновременной игры, которую буду давать я в русские, бразильские и стоклеточные шашки. Приголшаю всех желающих поучаствовать в сеансе. Милости просим. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Увидимся на шашечных баталиях.